Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елены Ивановы. Кудесники от науки сотворили наконец то, о чем говорили много лет – искусственную форму жизни. А именно способны к размножению живую клетку, генетический код которой с нуля собран в лаборатории с химикатов и под присмотром компьютеров. Прорыв в синтетической биологии разными людьми воспринимается неоднозначно. Восторг от перспектив смешивается с мыслями о Джене, выпущенном из бутылки. Один из ведущих ученых в области генной инженерии Крейг Вентер и его институт JCVI шли к этому 15 лет. В результате ученые разработали технологию внедрения искусственного генетического кода в клетку хозяина, у которой биологи удалили собственную ДНК. В результате клетка преобразилась и стала выглядеть и вести себя точно как бактерия, определяемая новым геномом. Она даже смогла размножаться. По словам Вентера, это первый случай, когда синтетическая ДНК полностью контролирует клетку. Ученые полагают, что в конечном счете такие работы приведут к конструированию клеток, выполняющих полезные функции – от синтеза лекарств до топлива. Но другие специалисты в этой связи напоминают о потенциальной опасности, ведь никто точно не знает, что случится, если синтетические клетки попадут в природу. Вероятно, споры о рисках и выгодах достижения JCVI будут идти еще долго. Вики Тьют анонсировала первую бета-версию навигационного программного обеспечения с использованием дополненной реальности, разработанную для коммуникаторов под управлением Android. Вики Тьют Драйв накладывает указатели направления движения и прочую информацию непосредственно на живое изображение, получаемое с камеры коммуникатора. Такой способ намного безопаснее используемых сейчас, так как, глядя на дисплей, водитель видит реальную картину происходящего впереди автомобиля, а не нарисованную векторную карту. Пользователь может переключаться между стандартными и 3D-картами, которые в обоих режимах сопровождают поездку голосовыми подсказками. Как и полагается приличному навигационному ПО, программа поддерживает автомобильные и пешеходные режимы навигации. Программа уже выложена на американском Android Market, но скачать ее смогут только первые 2000 человек. Так что, если есть желание, поторопитесь. Когда же выйдет полная версия, пока ничего не известно. О других новинках далее. Долгожданная новинка 3D-телевизор Samsung, который позволяет насладиться видео в трехмерном формате дома и обеспечивает максимально реалистичное изображение, появились в Хабаровске. LED-телевизор Samsung серии 7000 с поддержкой 3D-изображения – это больше, чем телевизор в привычном понимании. Он позволяет выходить в интернет без компьютера, дает возможность общаться с друзьями по Skype, узнавать последние новости, прогнозы погоды и получать другую информацию. Запись телепередач на внешний носитель будет очень полезна тем, кто собирается уехать в преддверии футбольного матча или интересного фильма. Более того, новинка в реальном времени конвертирует в 3D-формат обычной эфирной передачи, которую также можно смотреть через специальные очки. Плюс к этому толщина 3D-телевизора составляет всего 2,5 см. Корпорация Google представила платформу Google TV, позволяющую телезрителям искать и просматривать нужные фильмы, клипы, передачи, ролики на YouTube и других сайтах, а также посещать любую веб-страницу с помощью встроенного браузера Chrome. Поиск производится как по интернет-контенту, так и по спутниковым и кабельным каналам, и даже по контенту некоторых цифровых видеорекордеров. Предположительно, поисковые запросы можно будет набирать с помощью пульта дистанционного управления или приложения на смартфоне пользователя. Для подключения Google TV нужен лишь разъем HDMI и широкополосный доступ в сеть. А вот некоторые новые телевизоры будут выходить уже со встроенной платформой. Первое устройство с поддержкой Google TV появится в продаже в США осенью этого года. Это были новости из мира высоких технологий. Все выпуски программы вы можете посмотреть на нашем канале «Цифра-ньюз» на YouTube. Ну а я с вами прощаюсь и желаю удачи! Субтитры подогнал «Симон»!